День на Думской. Начинаем работу в прямом эфире. Как всегда, с понедельника по пятницу с 15 до 21.00 в режиме реального времени обсуждаем все самое важное и интересное в студии Никита Тарола. И Елена Еремеева, здравствуйте. Ну что ж, к одесским пляжам приковано большое внимание, но вот какое внимание приковано к причалам одесским, сколько их и кто на них претендует и как там выглядит этот уклад быта и собственности, давайте разбираться прямо сейчас. Василий Бугачев, депутат Черноморского городского совета. Василий, здравствуйте. Сразу же вопрос, почему именно депутат Черноморского совета озаботился судьбой одесских причалов? Ну, во-первых, уже более десятка лет я являюсь членом причала, который находится, входит в состав водомоторной пристани, которая существует более 60 лет. Это общественная организация. Непосредственно я ввел активное участие в том, чтобы этот причал не разрушался Бугова, так как много лет администрация причала не влаживала в него средства, а только вытягивала. То есть мы получили членские взносы, неоднократно на содержание причала поднимались эти взносы и, ну, конечно, как любой человек, который хочет знать, куда идут его средства, я попытался выйти все-таки на водомоторную пристань, которая находится в офисе, я же повторюсь, более 50 лет, Малая Арнудская, 111, и выяснить, каким образом получить смету расходов, да, которые мы перечисляли долгие года. Вы не поверите, два года, несмотря на то, что я депутат, несмотря на то, что есть какие-то у меня настойчивые качества, где я могу настоять, я не мог получить смету. Потом у меня осенила мысль, как бы все-таки постараться в бухгалтерию влезть самостоятельно. И когда вы не поверите, когда я увидел, что юрист причала, это серый кардинал, который ведет более 15 лет, он меняет директоров этого причала, администрации, в которые входят 5 причалов. Это причал Бугова, 133-й Зеленый мыс, 137-й Маяк, ярмарочная 195-й и Хаджибей-2. Он довел уже до того, что люди с Хаджибей-2 вообще просто отказались уже платить ему взносы и на волоске, потому что вот-вот им отключат свет и воду, так как все равно все коммуникации, они зарегистрированы на вот этой водомоторной пристани. То есть я понял, что в разнос идет не только один причал Бугова, который хочет узнать, а эту смету не получает 5 причалов. Земли продаются самым наглым образом, то есть не прозрачно, так как это должно быть в общественной организации, так огласит Конституция, что все должно приниматься с советом причала, все должно приниматься, чтобы согласовали все причалы. То есть если один причал продает участок земли или дает разрешение на какие-то перемещения этих ангаров, так называемых, вы все понимаете, это не ангары, это чаще всего капитальное строительство есть, по документам это ангары, а у некоторых есть право собственности, которые сумели зарегистрироваться. Оно обосновано, оно законно иметь право собственности на причале? Совершенно верно, да, уже практикуется вот как раз на протяжении 15 лет, вот практикуется, некоторые, будем таки говорить, получили, члены причала получили уже право собственности, техпаспорта, несмотря что земля в аренде. Да, обычно на причалах бывает именно такая процедура, аренду выдают на какой-то срок, последние сроки, 50 лет выдавали. Да, да, совершенно, потому здесь ситуация следующего характера, когда люди подняли вопрос, что на следующей конференции, которая должна была еще стояться полгода назад по графику очередная, они будут переизбирать директора, который сможет все-таки влиять на этого юриста, фамилия его Скиндер, который сможет контролировать поступление средств и не работать только на разворовывание бюджета, да, общего причального, а все-таки на развитие какой-то инфраструктуры. После этого у нас прошли общие собрания, на общих собраниях каждый причал, я решил поприсутствовать на всех пяти причалах на собрании, когда я начал ездить на причалы, я увидел, что администрации нынешней не очень нравятся, что как бы лезут в их внутренние, будем говорить, дела, черные делишки денежные. Вы сейчас просто будете шокированы, но что придумал юрист? Юрист придумал единолично подать, провести конференцию без делегатов законов избранных, вы понимаете, у нас причал Бугова собирал два собрания, по 300 человек каждый, да, всего это было больше половины причалов, поэтому у меня есть законов избранных 12 делегатов, то есть причал самый большой. На остальных причалах поменьше, там по 300, по 200 членов причала по квоте от 51 собирается вот целая такая большая конференция. То есть полгода они тянули, но тут в самый подходящий момент они выбрали, усыпили в деятельность всех членов причала и законов избранных делегатов, и Скиндер сел и стряпал конференцию на листочке, где он сам вызвал себе самую удобную директора причала, которая являлась самого интересного, он самый ухоженный и самая дорогая земля, это причал ярмарочный, 195, есть такая там Раиса, женщина, на которую заедены не один ЕРДР о хищении средств членских взносов этого же причала ярмарочной в прокуратуре, говорят, что она очень в близких отношениях с зампрокурором Костенко, который тормозит, ее дело не закрыто, оно дело есть в прокуратуре, и оно больше года просто висит, его притормозили, подвешили. Понятно, каким образом люди пошли ва-банк, это Раиса Овчаренко, она скорее всего нарезала и прокурорским тоже хорошие участки земли, на своем причале ярмарочная, и для того, чтобы она могла их оформить должным образом, она должна стать директрисой. И вот она становится на вот этой фейковой конференции, которая сделана на бумаге, которая без членов причала 133-го, которая без членов причала законоизбранных 114-го Бугова причалов, она становится директором. Мы об этом узнаем в понедельник, случайным образом, потому что до регистрации ни одна душа не должна была узнать, до регистрации, когда ее должны были зарегистрировать в регистрационной службе директором, ни одна душа не должна была узнать, что эта конференция фейковая состоялась. Но просочилась информация, все-таки мир интернета в группе, один человек имел неосторожности, где-то проскочила эта информация, и все подняли вау. Приехали, потребовали в офис главный, потребовали конференцию, протокол конференции. Но что нам сказали? Вы его по закону получите через месяц. Это сказал действующий директор этой организации водомоторной пристани, которому больше 80 лет, Новосельский. Есть такой дедушка. Он уже, к сожалению, не влияет никак. У него, будем так говорить, рыло в пушку еще 20 лет назад. И он уже сегодня не влияет на какие процессы. Он просто эту конференцию, будем так говорить, как овощ просидел, а с киндер прописал себе единолично этот протокол. Василий, мы, конечно же, прекрасно понимаем, что вы погрузились в эти вопросы, где-то разобрались до конца, где-то, судя по всему, либо вам не дали, либо не смогли разобраться. Но чем больше вы называете фамилии, тем сложнее нам понять вообще проблему эту, если это проблема. Рейдерский захват. Именно мы так назвали тему нашей с вами встречи. Захват одесских причалов. Объясните, пожалуйста, теперь, каким образом будет осуществляться и что, собственно, для Одессита или какой-то вред окажет каждому из нас. Смотрите, какой вред. Вы видите причал Бугова? Вот этот причал Бугова, то, что вы сегодня видите, что это катастрофа чрезвычайного уровня, регионального уровня. Вот как раз это результат. Взносы, они никаким образом не развивают инфраструктуру. У них единственная задача это перепродавать места раз. Единственная задача стоит это заводить людей в заблуждение, которые светло верят в то, что частную собственность на арендованной земле в общественной организации очень легко и быстро делать. Потому что многие обожглись, понимаете. Многие, которые были, связывались, допустим, так, неспорядочными юристами, неспорядочными этими директорами причалов, которые рассказывали в сказке сегодня, уже обшук они, будем говорить так, их обманули. Потому в администрации должны быть люди, которые работают на развитие причала и на защиту причала, а не разбазаривание майна общественной организации, которая является общественной и не только по документам, а реально. И по закону конституции не имеет права единолично принимать какие-то решения. А обязаны, это не частное предприятие, они обязаны советоваться с советом причала. Ведь только совет у причала, это люди, которые внутри самые активные, и только им виднее проблемы, действительно, которые есть на причале. Это и свет, и вода, и чтобы не было долгов. Скажите, а вот все-таки по ценовой политике, да, мы видим, как выглядят эти строения, но при этом они ведь очень дорогие. Ну, абсолютно правы. Это единственная сейчас в Одессе организация, которая по куплям-продажам, чтобы вы понимали, вот в офисе на Малой Арнаутской каждый день проходит перепродажа. То есть и риэлторы пользуются этими участками, они покупают и продают. Ну вот какая в среднем стоимость одного такого... Ну, назовем эллинги, да, вот это в Черноморске называют курени. Ну, я вам хочу сказать, как минимум, как минимум руководство ложит в карман, которое вот сейчас, вот это фейковое руководство, которое захватило 15 лет, держит в своих руках эту общественную организацию, как частную. Они как минимум с каждой купли-продажей ложат тысячу долларов. Но таких купли-продаж, чтобы вы понимали, купли-продаж может быть со всех пяти причалов в день около 30. То есть вот Овчаренко Раиса, которая себя сделала директором, да, благодаря юристу, который завербован тоже ею вместе с Новосельским, она 30 участков не могла переоформить без вот этой печати в водомоторной пристани. Хоть она является директором причала Ярмарочная, но в итоге конечная печать при продаже ставится в водомоторной пристани. К чему она сейчас и пришла? Она стала, ну как стала, захватила, рейдерски забрала себе печать. Хотя, забейте на секунду, благодаря вот, что вовремя я подал позовную заяву про вызнание на ГИСНИМ решения позачерговой конференции від 01.07, она, регистратор ее не зарегистрировал. Но, тем не менее, она сегодня сидит на водомоторной пристани в офисе на Малой Арнуской, 111, и, тем не менее, она торгует участками. То есть 30 участков она все-таки смогла вот этой фейковой конференцией продать. Ну и получается, что люди, которые купили эти участки, ну а это решение о приобретении, можно оскаривать? Совершенно верно. Вот после этого, как мы, а я уверен, что мы не сдадимся, потому что нас, чтобы вы понимали, более полторы тысячи членов причала, более полторы тысячи людей. Мы не сдадимся, мы выиграем, мы отменим эту конференцию. Но люди ведь, которые купили, они ведь не виноваты, они пострадавшие страны. Они не виноваты, но пускай садят эту Овчаренко в тюрьму. На нее, я еще раз говорю, вот эта крыша, она ее ответственно заявляет Костенко, зампрокурора областного, да, это Шубжученко сейчас услышал тоже. Вот это дело притормаживает Раисия Овчаренко по хищению, на ее причале пока только были хищения. А это уже сегодня в нее руках пять причалов, в том числе и Бугова, родной мне причал, я являюсь не просто членом причала, а меня выбрали головой загальных сборек, понимаете, председателем. То есть я вел эти два больших собрания, раскаленных под солнцем люди стояли, выбирали делегатов. Делегаты приезжали, и АТОшники есть, ребята, которые приезжали из зоны АТО, их выбрали делегатами. Но конференцию провели без нас, хотя мы полгода настаивали, чтобы конференцию провели вовремя, а еще полгода назад ее должны были провести. Поясните нам еще один момент, возможно, он напрямую не касается этой темы, однако причалов он касается. Некоторые фотографии, вот конкретно сейчас на заднике мы видим один из причалов одесских, насколько я понимаю, это ярмарочный причал, уже не этот. Он тоже был очень долгое время подниманием журналистов, общественности. Там были большие сложности с пропуском просто любого человека, желающего попасть на пляж. Там большой пляж, я недалеко живу, поэтому могу точно говорить. Очень сложность была последние годы попасть на этот пляж. И там были и столкновения, и активисты с полицией, и полиция. И я не уверен, но возможно на этом причале фигурировала вами упомянутая Раиса. Нет, это зеленый мыс. Это зеленый мыс, 133 причал. 133 причал, возможно, зеленый мыс. Могут ли на причалы беспрепятственно проходить любые желающие одесситы, украинцы пользоваться? Смотрите, возможно, многие члены причала сегодня и советы причала меня не поддержат в этом вопросе, но я всегда говорю, как оно есть. Почему? Потому что я всегда буду говорить, что общественная организация это не частное предприятие, это не частная собственность, это действительно достояние общества. Потому что мое личное мнение, конечно, если вы понимаете, что туда идет бабушка с детьми, или туда идут люди, которые не в опьянении алкогольном, не едут воровать, не идут, видно, что, знаете, какие-то ребята, которые ночью туда лезут или еще что-то, конечно, к морю они не имеют права причалы, препятствия какие-то создавать. Даже устные запрещения. Потому в этом формате, все знают в городе Черноморске, что причал Бугова есть две проходных, и всегда люди беспрепятственно проходят и пользуются инфраструктурой причала. Но, к сожалению, сейчас из-за того, что я говорю, что рейдерские захватили уже более 10 лет администрацию причалов, причал Бугова выглядит хуже всех. Потому что деньги только разворовывались, участки только продавались и Скиндер раздавал в суды. Почему? Потому что, когда говорят, куда пропал миллион туда, миллион сюда, он говорит, а я там посвятил эти деньги, дал на взятку туда-то, туда-то. Подождите, как можно вообще говорить, ты человек, юрист общественной организации, ты дал на взятку, чтобы какой-то директор не восстановился на свою должность, который не был угоден этому Скиндеру. Понимаете? Открыто. И больше человек письменных ответов никаких не дает. То есть общественные советы, еще раз говорю, где вот Бугова, это более 700 человек, остальные по 300, они не могут добиться никакой информации по поводу того, что как расходуется смета. Поэтому сегодня вижу только одно, что, конечно, Рейса Вчаренко это женщина, которая пойдет до конца, потому что у нее большие обязательства уже по тем участкам, которые пообещаны и чиновникам, и силовикам. И она пойдет до конца. Назревает, все-таки в офисе 114 Малой Арнурской будут такие действия, что причалы пытаются собраться и получить все-таки ответ от того, что каким образом незаконно избранный директор находится и сегодня распоряжается пятью причалами. У Раиса есть очень серьезные охранные агентства, которые она уже объявила всем, что будут к ней заходить как на причал ярмарочный, так и в эту общественную приемную, ее можно так назвать, потому что это общественная организация, будут заходить только по ее разрешению. То есть мы видим, что скоро станут крепкие ребята, которые стоят на ярмарочном и просто туда не будут пропускать ни депутатов, ни прокуроров, ни МВД, потому что вы видите, что такая вакханалия, как вот случается, к сожалению, вот именно в этом году самое обидное, что после революции чести, когда общественные организации должны получить полномочия в нормальном смысле слова. Но вы сами говорите о том, что эта история длится уже 10 лет последних. Да, но не фабриковались конференции. Это первая сфабрикованная конференция. Раньше на конференциях не было активных делегатов. То есть на конференцию выбирали своих делегатов, ну реально проходили собрания. Список, понятно, был уже подтвержден. Их рекомендовали, и люди как-никак вслепую голосовали, потому что не понимали, о чем речь. Немножко разобравшись с ситуацией, в том, что уже деньги непосредственно уходят людские на нужды, будем говорить, двух человек, люди попытались выбрать себе председателя. Вот на Зеленом мысе, на 133-м причале. Ведь там нормальный общественный совет. Я был на этой конференции. Они же тоже делегаты, их не участвовали, законно избранные, мы же их не избирали даже. На общем собрании не выбрали делегатов на конференцию. То есть Киндер взял старым списком и сказал, что вот на собрании не было нужного количества для кворума, потому я вам возьму старый список. И старым списком мы опять проведем конференцию. Люди возмутились. Нет, старый список нас не устраивает. Мы хотим выбрать делегатов, которые... А люди возмутились, это сколько человек? Вот смотрите, в начале общих сборов на 133-м причале, на мысе, было ровно больше половины, потому что ждали, пока соберется кворум, было 160 с чем-то. То есть что делает Раиса Овчаренко, как временно исполняющая обязанности, она там присутствовала, и юрист Киндер? Они под солнцем, людей парят около 4-х часов. Понятно, что это воскресный день, многие уже порасходились. А потом в конце говорят, так, делегатов мы выбрать не можем, потому что здесь максимум присутствует человек 100, а нам надо больше 150. И встает и уходит. И потом, как бы я узнаю, вопросом задаю юристу, а как же вы будете конференцию проводить? Надо, значит, следующий день собрать еще раз. Почему вы первым вопросом не поставили выбор делегатов? Он говорит, мы проведем старым списком. Я ему говорю, ни на что я ответил, нет, вы проведете общее собрание, и все-таки людей не будете дурить. Так вот, я вам хочу сказать, от 133-го причала, даже со старого списка, не было делегата Гусева, который хотел быть, который тоже не был согласен. А пришли именно только те люди, которые конкретно завербованы в каких-то делах с Киндера и давали одобряться. Но там есть и порядочные люди, которые после пожара восстановили за свой счет общественный. Они не сдавали деньги наверх, вот сюда в администрацию, а за свой счет после пожара люди активировались и сдали деньги и восстановили после пожара. Вы помните, вот этот пожар был очень-очень сильный. И они вот это уже все прибрали, установили. Там очень порядочное сейчас местное руководство. Местное. Но после того, как опять Киндер захватил основное руководство в свои руки и поставил туда в Черенко, завтра я не уверен, что этот причал просто не распродастся до такой степени, что людям там опять не будет места. И превратиться опять же в ярмарочный, где нельзя проходить. Василий, скажите, у вас была возможность поговорить о Черенко? Возможно, лично, возможно, там с представителями других причалов и побеседовать вот по-честному на эти темы. По-честному общались. Она предлагает, чтобы она была директором водомоторной пристани, то есть ее печать. А я был главой совета. При водомоторной пристани есть совет. То есть сделка, да? Да, сделка. Но вы же понимаете, я должен забыть про многомиллионы хищения на ее причале родном ярмарочном. Я должен забыть о тех участках 30, которые она сегодня проводит для уже отдачи. Я вам хочу сказать честно. Я понимаю, что это уловка, возможно, какая-то еще третья, десятая. Но меня, я не стремился сюда. Все знают, что на причале Бугова люди пришли и попросили меня стать председателем общих сборов. Попросили вести собрание, попросили меня рекомендовать делегатов, попросили меня взять смету, которую причал не мог 5 лет взять у Новосельского, да? Ну, под руководством Скиндера. Это я уже потом вник, что Новосельский это овощ, далеко за 80 лет, дедушка, который просто расписывается и ставит печати. А чаще всего доверенность на Скиндера, потому доверенность. И все делает этот Юрий Скиндер. Я вам больше этого сказать. Этот Скиндер заходил в переговоры с Черноморским городским головой для того, чтобы... У нас земля в аренде, да? У города Черноморска. Для того, чтобы сдать эти 3,5 гектар городу. То есть представьте себе, на что человек подвергал людей, у которых там есть майно, которые там, еще раз говорю, больше 50 лет. Есть бабушки и дедушки, которые просто выживают, сдая этот курень в аренду, они выживают из последних. И вот этот Скиндер был готов, так как там чрезвычайная ситуация, так как там действительно много проблем на Бугова больше всего. Он готов был эти 3,5 гектар единолично поставить печать и передать городу. Ну, благодаря тому, что есть там такой депутат, как я, ну вы понимаете, это не прошло бы бесследно, потому что есть везде шпионы, которые позвонили, говорят, «Василий, тут Скиндер, много ваш юрист на себя берет». Потому я прилетел, сказал, никто у города, у рыбаков-любителей ничего не заберет, у них будут свои курени, и мы будем жить долго и счастливо. Еще один вопрос уже в завершении. Можно ли пляж или кусок пляжа, или небольшую часть его сделать причалом? И какая процедура? Вот очень интересно, каким образом можно препятствовать? Ну, из советского времени, еще раз вам говорю, сегодня, на данный момент, вы должны прекрасно понимать, что вы видели, да, как активисты сносят заборы, сносят парканы, уже никто такого не допустит. И может быть и слава богу. Потому что вы видите, как хорошими намерениями, да, мы простелили себе дорогу, что теперь общественной организацией, которому, ну, в принципе, без согласования каждого члена причала не должно происходить даже не то, что там ворота какие-то ставите, сетки, а единолично себе двое людей себе распоряжаются. Потому я всегда считаю, что пляжи, что прибрежная зона, она должна быть одесситов, она должна быть черноморцев, южанин, и ни в коем случае, ни какой-то бандейки, пусть это не два человека, пусть это 20 или 200, но ни в коем случае. Это должна быть наша с вами достопримечательность «Жемчужина у моря». Спасибо вам большое. Василий Бугачук, депутат Черноморского городского совета. Прерываемся ненадолго, вернемся и продолжим. Дождитесь. Субтитры подогнал «Симон»!